Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и вы посмотрите, что разработчики выложили на продажу. Это две имбы. Лёва, да, пускай бородатая машина, но всё-таки та, которая может на сегодняшний день довольно круто. Особенно руками абсолютно, абсолютно нулёвых игроков. Помогает прощать ошибки. Короче говоря, тачка классная. И Центурион МК-5-1, который уж точно научит вас играть на средних танках. Причём разработчики выставили на продажу две этих великолепных восьмёрки всего лишь за 10 тысяч голды в составе набора. С двумя легендарными камуфляжами для каждой из этих машин. Целых 30 штук Х5, которые подходят на любые тачки, что поможет прокачать вам какие-нибудь ветки, которые вы пытаетесь пройти и добраться до десятки. И открытое всё оборудование, что более 4 миллионов серебра поможет сэкономить, если вы купите себе данный набор. Машины просто обалденные. И если вы давно на моём канале и помните, что у меня есть аккаунт, который с нуля мы качаем на наших прямых трансляциях и пытаемся здесь развиваться. Мне много раз говорили о том, что купи себе ту машину, купи себе эту, тебе хватает голды. Я говорил, нет, ребят, вот эта вот голда, которую я копил, я коплю исключительно до момента, пока не появится Лёва на продаже за 5,5 тысяч золотом в составе своего великолепного набора. Но разработчики сделали даже круче. Они выставили его, считайте, за 5 тысяч. И в подтверждении того, что я считаю данный набор абсолютно годным, несмотря на то, что у меня есть Лёва и Центурион на моём основном аккаунте и не только на основе, я покупаю себе этот набор на свой вот этот вот твинковый аккаунт, который мы качаем на стримчиках, как я говорил. И, наконец-то, у меня появляются две великолепных тачки премиумных в ангаре, которым я безумно рад. Сейчас попытаюсь вкратце объяснить, почему я считаю, что данные машины очень классные. Начнём с Лёвчика. У Лёвы очень хорошее орудие, довольно-таки точное. Для того, насколько он забронирован, а забронирован действительно классно. Если вы будете вот так вот ромбиком играть, вот так вот повернётесь, ваши щёки башни никто не пробьёт, ваш нижний бронелис не является страдальческим, а в борту просто обалденная приведёнка. Нет, но если вы, конечно, увольнем просто будете вот так стоять, вас, понятное дело, выцелят все райзоны, которые здесь, безусловно, тоже есть, ну и, соответственно, будут разбирать. Но если вы будете как-то вот так вот немножечко двигаться, ездить вперёд-назад и немножечко мансить, то, поверьте мне, данная машина простит вам огромное количество ошибок, которые вы можете совершить в бою. Что касается Центуриона МК-5-1, за 5 тысяч, да его надо в ствол целовать за такие деньги, машина объективно стоит вполне спокойно 7 тысяч в голом состоянии. Здесь за пятёрку в легендарном внешнем виде, да ещё и с открытым всем оборудованием. Есть броня в башне, башня хоть и большая, но имеет классную приведёнку. Что касается переда, да, страдальческий нижний бронелист, в верхнем бронелисте сверху есть ещё дополнительная пластина и суммарно 208 единиц брони. Ну да, не сильно круто, но это средние танки, для среднего танка он забронирован действительно хорошо. Теперь, что касается сравнительной таблицы. Не буду совать в сравнительную таблицу все средние танки 8 уровня и все тяжёлые танки 8 уровня, их слишком много там. Я вам просто покажу технические характеристики, то, что я говорил, 310 единиц альфы у Лёвы. Да, пускай не сильно крутой показатель, хотелось бы 400-450, но время перезарядки 8,5 секунд. А можно сделать и меньше. Короче говоря, действительно очень комфортное, классное орудие с хорошим разбросом, с хорошим временем сведения. Не сильно удачное в отношении подвижности, но у вас есть броня и за это вы подвижностью, в принципе, и расплачиваетесь. А вот что касается Центуриона, вполне себе нормально подвижная машина. Не самая скоростная, но передвигаться вполне себе достаточно. Что касается ДПМа, ДПМ вполне себе реализуем. Просто великолепная скорострельность, время перезарядки менее 5 секунд и довольно-таки крутое пробитие в 226 единиц позволяет вполне спокойно, пользуясь очень хорошей точностью, временем сведения и разбросом, выцеливать серые зоны даже на дальних расстояниях и откидывать по своим соперникам. Дополнительными плюсами по машинам является доходность этих машин. 185 единиц улевые, я бы сказал, самый лучший показатель на восьмом уровне среди тяжей. Что касается 170%, поверьте, есть машины, которые есть там 175% по доходности, но все же на Центурионе эта доходность, она реализуема. И за свой наброс урона за бой вы будете вывозить вполне себе нормальные цифры по серебру. Что касается процента побед, 1137 игроков за последнее время играли на Центурионе и собрали практически 57%. Это говорит о том, что машина ну очень удачная и действительно позволяет выигрывать в боях довольно-таки часто. Что касается 51% по левчику, да, пускай не самый лучший показатель, но поверьте мне, если вы начинающий игрок, данная машина, как я уже говорил, позволяющая вам допускать ошибки в бою и она вам это прощает, она позволит вам получать максимум удовлетворения. Ну а что касается легендарного внешнего вида, который идет к этой машине, это просто какая-то чума. Смотрится просто шикарно. Я настолько, не знаю, рад тому, что этот набор появился в продаже. Я рассчитывал купить себе левчика, но здесь купил еще и Центуриона по очень-очень выгодному ценнику. Чего, в принципе, ребят, и вам желаю. Что касается обзоров на данные машины, не буду выкатывать их сейчас из ангара. Я оставил вам ссылочки в описании. Не поленитесь, зайдите, посмотрите, на что способен Лева, на что способен Центурион и поверьте мне, вам все станет ясно. И вы поймете, почему я с абсолютной легкостью отдал сейчас 10 тысяч золота, которое копил с помощью просмотра реклам, ну и, соответственно, проходя какие-то ивенты от разработчиков. Друзья, если вы за честность на канале, если вы за справедливое мнение по поводу всего, что в игре происходит, прямо сейчас подписывайтесь на этот канал, потому что нам с вами по пути. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, а вам, друзья мои, желаю искренне удачных покупок, великолепных боев, если купите данный набор. Ну и, как обычно, от чистого сердца, мира вам, друзья мои. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok